27 февраля 2011 года в поселке Крупозавод Новоспасского района случился пожар. Загорелся двухэтажный 16-квартирный жилой дом. Огнем было полностью уничтожено 8 квартир. Остальные 8 получили повреждения различной степени. Я позвонила Мельникову. Мельников вызвал нашу местную пожарную часть. Она приехала где-то, может, минут 40, через 40 не раньше. И она подъехать не могла к нашему дому, потому что все дороги были занесены, у нас здесь ничего не чистится никогда. Мы ее руками затолкали, эту машину. Потом она, все-таки мы ее сюда протолкали к дому, она как бы чуть-чуть полила, там воды больше не было, гидрант. У нас здесь были все замерзшие. С Новоспасской машина приехала где-то уже к 4 утра, когда уже почти дом догорал. Квартира сгорела полностью. Документы, деньги, имущество, все. В общем, короче, я осталась нищим. Оказали помощь только 40 тысяч, и все. Больше ничего. Живу, как я сейчас, на съемной квартире временно. Жилья у меня нет. Жить мне негде. Где нас двое сгорели. Наша учительница Нина Федоровна и ее сын. Рассказываем же мы об этом сегодня, почти год спустя, потому, что за все это время ни районные, ни областные власти не сделали ровным счетом ничего, чтобы компенсировать жильцам сгоревшего дома материальные потери, обеспечить их жильем. Вместо этого ульяновские чиновники предпочли пойти более легким путем, путем отписок. В Москву пишу письма Путину. Пишут Морозову отписку, Морозов пишут вражную. А мне вот мои письма все. Как сказали нам отписки. Если в сентябре прошлого года власти в лице министра строительства Ульяновской области Михаила Шканова обещала выплатить пострадавшим от пожара жильцам денежной компенсации на общую сумму более 10 миллионов рублей, то уже через несколько месяцев все тот же Шканов пишет в ответ на обращение одной из пострадавших, что материальная вещевая помощь погорельцам уже оказана и перечисляет мероприятие по ремонту пострадавшего в огне здания. Но речь его ответа шла уже не о миллионах рублей, а всего о 815 тысячах. А ремонт дома чиновники планируют произвести за счет средств муниципального образования и самих погорельцев, многих из которых огонь уничтожил все. Когда мы ответили, что у нас нет юридического образования, нам начали просто говорить о восстановлении дома. Вполне уместно задать господину министру вопрос, о каких планах ремонта можно вести речь, если здание официально признано аварийным и непригодным для жилья. Вчера ездили двое из жителей к заместителю главы района Антилову Николаю Николаевичу, который показал им и зачитал акт о том, что данный жилой дом признан аварийным и непригодным для проживания жителям. Как же получается тогда? Жилой непригодный, а его начинает ремонтировать. Глава Ульяновской области Морозов. Он был, он обещал нам обаше жилье. Он собрание прилюдное обещал. Мы бы не рассчитывали на что-то. Он клялся, божил, что я вас не оставлю без жилья. В последнее время ульянский губернатор Сергей Морозов не раз говорил о необходимости прививки оптимизма для населения области. Так вот, самой лучшей такой прививкой для жителей поселка Крупозавод было бы человеческое отношение к проблемам людей и реальная помощь вместо отписок. Буквально только вчера прокурор Новоспаска Роман Виляев Василий Павлов заявил, что расследование тормозит Следственный комитет Ульяновской области. Все дела это под Следственный комитетом. Почему они тормозят, неизвестно. Мы на данный момент уже почти год находимся между небом и землей. И вот такие слова они говорят. Вам легче станет от этого? Легче уже, конечно, не станет. Но вы найдите, кто это сделал. Даже если вы не найдете, ну хотя бы решите что-то с нами делать. Местное отделение КПРФ начинает серию протестных действий. Пикеты и митинги будут проводиться до тех пор, пока погорельцы не получат жилья. Если и это не поможет, то будет объявлена голодовка.